Ты еще не подписался на телеграм-канал? Тогда советуй это сделать. Тогда ты будешь в курсе всех новостей, которые не упоминаются ни на одном из источников. Какие видосы планируются, что я буду выпускать, чем занимаюсь в данный момент, ну и просто есть возможность со мной поболтать. Так что подписывайся обязательно, ссылка в описании. Всем привет и добро пожаловать в новый влог нашей конюшни. В прошлом влоге мы купили жеребца американской верховой породы. Уже прошло несколько дней, вернее даже чуть больше, чем неделя. Он освоился и сегодня вы узнаете, как же дела обстоят у мастера. Так что давайте начнем этот влог. Для начала нам нужно пойти на пастбище иконового лагеря Морланды. Именно там мастер сейчас находится большую часть времени. У нас очень жарко на конюшне, поэтому мастер целый день гуляет на пастбище вместе с остальными лошадками, но в отдельном загоне. Мы его забираем и идем седлаться. Пока я проводила мастера, как раз еще другие две мои лошадки подошли к забору посмотреть на нас. В течение первой недели я осознала, что мастер очень спокоен к любым ситуациям, которые требуют ожидания или же всевозможного кипиша вокруг него. Он спокойно переносит чистку и даже прям, я бы сказала, любит это дело, особенно когда его поливают из шланга. Любит процесс, когда его готовят к тренировкам, к прогулкам. То есть конь понимает, что сейчас ему дадут выпустить энергию, побегать, ждет, понимает, когда начинается время тренировок и ждет это время с нетерпением. Пока что мы не занимаемся какими-то конкретными элементами или схемами. Наши тренировки состоят целиком и полностью из базы. Это переходы в полю, остановки, развороты, побегать очень сильно любим, так как на самом деле он энергичный, достаточно конь. Именно эта база позволяет мне понять мастера. Мастер привыкает потихонечку ко мне. Я, конечно, очень рада, что он мне сразу начал доверять, безусловно. Конюху, кстати, очень сильно нашего полюбил, прям радуется, когда он приходит. Мне иногда даже становится завидно, насколько мастер радуется не только мне, но еще и нашему конюху, когда тут приходит за ним ухаживать. И здесь вы можете как раз видеть нашу работу, как мы занимаемся. О, а этот кусочек я люблю больше всего, здесь я отдала мастеру возможность поноситься от души и ловить теплые потоки воздуха, сидя на нем, это отдельный вид блаженства. Ну а дальше маленький сюрприз. Я пригласила свою знакомую Мэри, которая живет в Фергров, на совместную прогулку по территории лагеря. Она еще ни разу здесь не была, она только слышала об этом лагере, и вот я пригласила ее на прогулку. Мы достаточно мило погуляли, даже немножечко искупали лошадок в здешнем прудике. Нашли место, где можно отдохнуть, немножечко и поболтать. Но, кстати, наши кони не остались равнодушными от такой приятной компании и подружились. Мне очень порадовало, что так вот мастер легко со всеми находит общий язык. Я рассказывала Мэри о здешних окрестностях, обсудили, что лагерь действительно вышел хорошим, а дальше поседлали лошадей и поехали в сторону Мурланда. Мэри очень сильно понравилась данная прогулка. Мне тоже, в том числе и нашим лошадкам. Мы почапали в сторону Мурланда, где Мэри подготовила лошадь, так как она в этот раз приехала к нам на коневозке. Мы попрощались с ребятами, помахали им на прощание ручкой и пошли заниматься дальше своими делами. Надеюсь, данный влог вам понравился. Ставьте лайки, пишите комментарии, как вам вообще история мастера. И я хочу придумать ему какую-либо кличку, ласкательную. Просто пока что она еще не появилась. Хотя вот сейчас, когда я монтирую это видео, я поняла, что возможно я буду называть его ласково Мася. Уж больно оно ему подходит. В следующем влоге думаем Масю оставить в покое, немножечко отдохнуть и поехать в конный манеж на другой спортивной лошади из моей конюшни. Так что ждите следующего влога и давайте наберем 30 лайков под этим видео, чтобы у моих лошадок появилась возможность красоваться по конюшне в новых недоустках. Так что на этом все. Спасибо, что посмотрели это видео. Всем пока, удачи вам, ну и до встречи во следующем влоге. Субтитры сделал DimaTorzok